Самое интересное, несомненно, это первый матч хоккейного рубина в новом сезоне. Особенно если учесть, что соперником тюменцев стала команда из Новокузнецка. Та самая, что нанесла поражение нашему клубу в полуфинале Кубка Владимира Петрова в минувшем сезоне. В Тюмень Металлург прибыл из Ханты-Мансийска. В столице Югры Кузня провела матч открытия ВХЛ, где уступила действующему чемпиону лишь по булитам. Болельщики стали подтягиваться ко дворцу спорта за два часа до первого вбрасывания. Причем не только тюменцы. Я надеюсь, что победим мы. Не думаю, что будет большая разница где-нибудь в одну шайбу. Последний рубеж хозяева доверили Егору Назарову. А вернувшийся после годичного пребывания как раз в Металлурге форвард Михаил Железнов попал в тройку к Вадиму Хлопотову и Никите Мокину. Если забьет, на Мишу обидимся. Железнов действительно забил. Правда, во втором периоде, когда Рубин уже уступал 0-2. Первый отрезок стал для хозяев парадом упущенных возможностей. А вот у Металлурга забили те, кому положено по контрактам. Счет на четвертой минуте открыл Максим Кицын. Хозяева не смогли реализовать в большинство. И вскоре еще один признанный мастер Кузни Олег Ламака упрощил лидерство гостей. Много сумбура, на мой взгляд. Первая игра, может быть, где-то это повлияло. Но ничего страшного, еще два периода. Сейчас перестроимся, отдохнем. Самое главное настроить голову на правильный хоккей. Видимо, игравший более 10 лет в КХЛ, капитан Рубина умеет настроить на правильный лад не только свою голову. Бусаров, Нитрофанов, Мокин и Давыдов. Итоговый протокол мог пестреть этими фамилиями в качестве авторов голов. Но расторопнее всех оказался Железнов. До второго перерыва хозяева могли забросить еще несколько раз, но не сумели. Впрочем, как и в третьем периоде. Поражение 1-2, которое вполне могло подтолкнуть Дениса Ячменева, только в прошлом сезоне завершившего карьеру игрока, снова выйти на лед. Желание у меня всегда есть пока еще выйти, но я стараюсь как-то уже перестраиваться. Ну, опять же, не факт, чтобы я помог команде, если бы я вышел. Зато доподлинно известно, что 7 сентября Рубин проведет второй матч домашней серии ВХЛ с Сомскими крыльями. Противостояние во дворце спорта начнется в 19 часов. И на сегодня это все о спорте. До свидания.